добро пожаловать на мой канал с вами валентина сегодня новая творческая работа техники текстильная пицца я немного сделала заготовок и здесь у меня все лоскуты вход идет все ненужное в качестве основы у меня нетканное полотно можно брать любую ткань и для сцепки можно взять паутинку или флизелин чтобы зафиксировать свои детали буду использовать клей-кородаж обыкновенный в качестве фона буду использовать ткань габардин что нашла вы видите это обрезки я сейчас состыкую не обращайте внимание что мятные лоскуты это все будет утюжиться и поэтому я особо и не заморачиваюсь все будет и закрыто и прикрыто и все будет отпариваться но фон он мрачный я решила добавить немножко ткани тюль это у меня органза и вуаль вот зеленые розовые и белые тона когда вы выкладываете лоскуты не обязательно очередность на светлое можете положить темное на темное положить светлое самое главное чтобы сделать какой-нибудь такой небольшой контраст я выложила практически весь фон но это делать не обязательно у меня большая часть будет заполнена своими картинками и смотрите вот такой у меня будет стол у меня здесь стык я слегка пущу прикрою и в качестве скатерти я просто вырезала длинненькую полосочку вот так состыкую и теперь выкладываю свои заготовки это такая у меня будет ваза и сейчас квази я делаю цветы нарезала длинные такие лоскуты но может где-то и длинные надо будет и отрезать что-то у меня спускается что-то у меня наверх смотрит и вот так выкладываем полосочки часть будет конечно прикрыта цветами лишнюю хоть и не надо можно и внутри оставить вырезала листики цветочки ну а теперь собираю композицию это у меня такая ткань по вырезала цветы вот желтые оранжевые также я вырезала и свои из ткани кое-где чтобы вот разные разные контракт делала колокольчики у меня будут и вот так потихонечку выкладываем собираем композицию что вы хотите видеть я хочу видеть разные цветы и чтобы было их много что база не было пуста если вы знаете сразу что где будет располагаться можно сразу смело приклеивать на клей карандаш дополняю цветы листья цветы у меня разные их можно слегка и сюда спустить чтоб видите у меня и и темные и рыжие и самодельные и композиции у меня получается видите яркая броская и вот так потихонечку выкладываем и потом когда вы уже определитесь что вам уже нравится вы можете приклеить на клей карандаш когда ваш рисунок хорошо зафиксирован это очень облегчает когда вы будете делать стежку у вас ничего не будет никуда убегать деформироваться я нарезал вот такие маленькие крохотулечки и сейчас я их буду добавлять колокольчиком вот сюда приклеивая на клей карандаш и хочу чтобы были немножечко разные цвета не чисто вот зеленые и стебли вот немножечко салатового сюда приклею чтоб немножечко контраст был я вырезал бутыль ее можно сюда поставить а это будет такая вазочка с фруктами но также можно и поменять местами бутыль поставите чуть ближе к цветам а вазу с фруктами чуть чуть подальше или можно разместить вазу цветами посередине а по краям сделать какую-то еще композицию дополнить вот такая композиция получается все просто конечно критики скажут нам фрукты не те листья не те все не те для чтобы не было пусто сюда приклею еще вот клей карандаш буквально два мазка и все и на стол вот сюда положу листочек чтобы не было пустого этого угла чтобы не было сильно пустого этого пространства я решила еще добавить буквально два-три цвета вот не знаю как-нибудь чисто заполнить немножечко пространство зелени добавлю буквально пару мазков и все и вот клей видите руки все в клею но они очень хорошо отмываются сейчас все приклею помою руки и нормально зато детали все держатся на месте все отлично у нас получается если вы приклеили вам не нравится вы можете смело отодрать и приклеить как вам нужно ой девчонки скажите перебор решила я все-таки приклеить такую маленькую рюмашечку пусть будет и еще такой небольшой совет у меня здесь маленькое пространство остается я могу оставить но если у вас ваза по центру вы не делаете никакие дополнения и скучно вам по углам вы можете повесить картину сделать занавески но не просто тряпку повесить а как-нибудь защипить ленту драпировку красивую сделать повесить часы сделать имитацию окна всего дополнять ничего больше не буду а то действительно будет перебор теперь накрываю сеткой или фатином или органзой и про утюживаем утюжу я через мокрую марлю потому что если вы утюг сделаете горячий ваша тюль органза может житься положила мокрую марлю и утюг так не ведем а вот такими движениями слегка прижимая мы проходимся по полотну а когда уже все у нас зафиксировалась можно проводить смело просто утюг все про утюжила теперь можно фиксировать булавками но когда вы накрываете прозрачной тканью обращайте внимание у меня под сетку попали нитки обязательно приподнимите аккуратно верхний слой их оттуда извлеките потому что они у вас так и останутся если вы вырезали какие-то заготовки а ткани у вас сыпучи проклейте их флизелином и если все-таки есть ниточки убираем сразу полотно зафиксировала булавками по контуру и все основные детали вообще всю мелочевку несмотря что у меня это все приклеено на клей карандаш также закрепила булавкой и теперь делаем стежку стежку можете делать на свободном ходу меняя нитки или однотонными нитками можно заполнить одним швом все полотно а можно также пройтись что каждый цветок вы подбираете нитку или контрастную или однотонную и прошиваете ваш цветок по отдельности это не принципиально важно но конечно красиво когда каждый цветок он выделен он будет смотреться хорошо но ваша основная задача зафиксировать весь ваш рисунок прошит так что после стирки после эксплуатации у вас ничего не отвалилось несмотря на то что ваш рисунок по тканью вот так хорошо в следующем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сделала стежка на свободном ходу, чисто белыми нитками. И она после стежки немножечко корюзлая. Нам нужно обязательно ее проутюжить. Утюжу я через мокрую марлю и выравниваем. Вот такая обратная сторона получилась чистая. Вот видите, ее надо обязательно выровнять, чтобы был ровный край. Вы, если это картина или панно, можете пройтись край оверлоком. После того, как вы привели свою работу в порядок, можно дополнить бисером, стекляровцем, пайетками. Пустите декоративную строчку мулине. Работа полностью готова. Размер ее ширина 48, 20 на 40. Это после подравнивания. Пустила бисер. Пустила серединку, сделала зелеными бисерами. И кое-где пустила бисером. Вы напишите в комментариях, вообще, нужен он здесь или нет. Я еще подумаю, отпороть или нет. Ну, как-то играет. Интересно смотрится. Но, мое мнение, конечно, он тут лишний. По времени заняла эта работа часов 5. Но пришла, ушла, чайку попила, поделала. Не было, чтобы я села и только ее сшила. Шьется действительно быстро, просто. И сама стежка, если каждую фигурку, каждый цветок не вышивать отдельно, меняя нитки и делать прожилки, то такая стежка делается буквально минут 20. И небольшое объявление. Числа 12 ноября стартует совместный проект. Несколько каналов вас порадуют своими работами. Заходите обязательно, посмотрите. На этом все. Вы заходите в гости на канал, заходите в плейлист Лоскутное шитье и текстильная пицца. Кто на моем первый раз в канале, подписывайтесь. Обязательно пишите свои комментарии. И оставайтесь на моем канале. Мне очень приятно. На этом все. С вами была Валентина. Пока-пока. Встретимся в новом творческом видео. Субтитры сделал DimaTorzok